всем привет ребята добро пожаловать на телеканал о2 в эфире программа фокус группа единственная в мире программа про рекламу где сразу три потрясающих ведущих это наша прекрасная катерина давайте аплодисменте она сегодня как хороша это конечно мой друг и коллега видеоблогер нигилист хоббит это конечно же я популярный русский виджей чак и в гостях у нас сегодня шикарный мужчина в самом расцвете сил наш сегодняшний потрясающий гость илья бачурин здравствуйте у нас всегда потрясающий гость но сегодня у нас особенный день программа в программу гости лучше и лучше и лучше я не знаю что будет дальше но сегодня у нас илья мы очень рады что вы к нам пришли или я спасибо что пришел мы очень рады и чтобы быть на одной волне с нашими зрителями давай хобби ты сейчас как всегда обычно я должен у меня есть биографию ильи бачуриной чтобы наши зрители тоже были рады что ты у нас биография бачурина такая крутая что ее можно читать как человек нелегкой судьбы как новый дарри поттера который еще не вышло и никогда не выйдет но тем не менее действительно читал это просто великолепно было конечно мы обязательно сделаем я говорю в ухо которые постоянно у нас конечно мы это сделаем ну для начала давай итак илья бачурин да вот я думал что я хоббит простите получил экономическое образование в россии и великобритании уже с этого момента в принципе потому что это уже настолько круто что я в великобритании даже не был никогда ты получил образование там это просто великолепно в 93 году организовал первый концерт майкла джексона в россии я знаю человека который за майкла джексона просто бы убил всех вокруг и если бы этот человек она пойду ты ее знаешь знаешь даже узнал что ты это сделал она мне кажется склонилась бы тебя в ноги сейчас целовала и в ноги поцеловала еще не поздно еще не поздно я не нахожу после эфиры в 95 году открыл радио станция 2000 это рейф я думаю все рейверы которые сейчас нас смотрятся помните радио и можно отдельно делать программу про это радио мы за кадром уже про это беседовали это действительно довольно забавно был одним из создавателей проекта фабрика звезд который тоже всем известен они все любим знаем фабрика звезд главным редактором телеканала мтв да что мне особенно приятно где я работал как я работаю теперь ребята сейчас налейте себе немножко волкордина или корвалола что у вас там дома есть продюсер церемонии передачи олимпийского флага в ванкувере ну это просто или флага ты сам написал флага флага не огня давай уточним нет флага огонь флага зажигается и передается в греции а там флаг представляете не было тогда еще насколько это круто и наконец в 2009 году генеральный директор группы компании главкино собственно говоря и что может быть круче что может быть круче чем все то что я сейчас назвал у меня вот даже хотя бы в туалете я даже не дотронулся до огня олимпийского даже у нас в Сочи да и главкино ты тоже имеешь посредственное отношение точно с удовольствием сниму вас в кино мы готовы всегда готовы поучаствовать ну давай Катя задавай им какой-нибудь главный вопрос самый главный вопрос который я хотела бы задать это когда в нашей программе мы говорим про кино мы подразумеваем рекламу а когда мы говорим про рекламу мы подразумеваем про рекламу в кино нет не Ленин не партию мы подразумеваем продакт-плейсмент конечно Илья что ты думаешь о продакт-плейсмент какие чувства испытываешь к этому когда слышишь ну на самом деле продакт-плейсмент это топливо без которого наверное современное кино не может ехать как машина ведь например телек без рекламы в принципе не существует а кино может но для больших проектов наверное продакт-плейсмент является уже неотъемлемой какой-то составной частью хотя меняется медийная поляна и то что кино потихонечку уходя в интернет приобретает другого зрителя приобретает другие способы монетизации это может поменять здорово и всю рекламную конструкцию так сказать на рынке кино но то что связано с эфирным кино и с продакт-плейсментом это ситуация достаточно понятная она так сказать связывает этот высокохудожественный жанр с такой вот простой историей по продвижению какого-то продукта поэтому так сказать только развитие мне кажется с точки зрения прокатного кино так сказать ждет продакт-плейсмент шикарно слушай мне даже интересно насколько дорогая реклама вообще в целом если вы используете трансформер в машину какую-то новую Шевролей Камара интересно сколько же мы-то знаем да что кино само по себе продукт и дорогой правильно же смотри какой кино мне кажется можно купить фильм рекламы рекламы вот так смотрите кино в первую очередь на мой взгляд продукт творческий ну вообще вот так и главная задача тех кто соглашается тех творцов которые соглашаются на использование продакт-плейсмента не испортить сам продукт поэтому цена мне кажется и насколько я знаю она в каждом случае разная нету ценника среднего как по арпи например эфирный телек нету какой-то ставки если нужен продукт с точки зрения истории в которую он интегрирован именно этот за него могут ни копейки не заплатить но бренд будет присутствовать в эфире просто потому что именно он должен здесь быть потому что он объясняет через него рассказана какая-то история это может то бишь ценник от нуля до каких-то бесконечности до космических вершин если это бренд который реально с каким-то компромиссом со скрипом вылезает в творческую концепцию тогда можно наверное называть огромной ценой чтобы отказаться а там вдруг кто-то согласится вот смотри продакт-плейсмент он же бывает разный ты знаешь какой он может быть вообще в принципе в кинотеатре нет но продакт-плейсмент помимо товарных каких-то групп может быть связано например с идеологией политикой вот такие вот неожиданные вещи я вспомнил когда тематику обозначили я что-то подумал что это же наверное чуть ли не самые большие деньги в западном по крайней мере кинематографе который в этой области существует но если мы наблюдаем огромное количество не знаю чьих-то флагов в кадре если мы это политическая история это когда вот конкретно государственная система себя пропагандирует покупает свою собственную рекламу ну а вы кино не смотрите голливудское я просто например никогда не подумал что если я вижу там кино и на фоне него бежит какой-нибудь супергерой и тут развивается флаг Азербайджана то это реклама Азербайджана во многих случаях это оплачивается деньгами то есть все что в кино мы видим это не просто так нельзя говорить все потому что в 100% случаев это не работает но если в большом там международном блокбастере не будем говорить где произведенном вы видите очень много символики очень много так сказать правильных слов сказанных в адрес конкретного государства это реклама конкретного государства это тоже продукт определенного государства оно себя таким образом отрекламировало если вы видите в каком-то большом блокбастере историю уже там не политическую а идеологическую рассказывающую о том что солдаты этой страны могут вот в любом конце в любой точке земного шара так сказать всех победить и это справедливо а если солдаты другой страны будут в какой-то другой точке земного шара воевать то это терроризм и так сказать враги то это идеологический продакт плейсмент это экспорт идеологии товаром является в этом случае идеология а какой вариант продукт плейсмент чаще всего используется в книгах товарный товарный когда тебе показывают что-нибудь так сказать у вас тут очки лежат вот очки например плавно подводят нас к тому какой бывает товарный продакт плейсмент вы собираетесь обнулить мое сознание я понял выходил в мою премию а я уйду потом пытаюсь вспомнить что же я здесь говорил где мой кошелек целый логой да бывает несколько продукт плейсмент есть визуальный когда мы видим логотип лейбл есть вербальный когда герой говорит я использую Чак долго учил оральный продукт плейсмент это когда он орет просто громко в кадре есть какой-то еще динамический когда видимо что-то в кадре взаимодействие с этим предметом который нужно порекламировать то есть я думаю что в кино как Илья сказал больше всего на визуале когда люди показывают потому что я редко слышу чтобы кто-то что-то там вербально орально отрекламировал какой-то продукт не досталось незамеченным какая-то история в России этого продакт плейсмента есть? в России кино вообще сейчас проходит такой период тяжелый период возрождения потому что было советское кино мощное большое потом оно как-то остановилось выключилось и постепенно шаг за шагом просто было выключено на ноль рубильничком при смене государственного строя и потом потихонечку возрождаясь кино собирает все атрибуты современного динамичного приобретает черты бизнеса и в творческом плане растет плейсмента не так много с ним работают не всегда ловко и качественно и те кто его пытается поставить в фильм иногда не понимая что они могут таким образом и себе сделать хуже если его будет слишком много он будет необоснован продавливает творцов иногда те кто его размещает тоже достигают скорее обратного результата поэтому сказать что у нас все здорово отстроено и точно работает с продуктами нельзя но он есть и к счастью есть агентства профессиональные которые уже знают как с этим работать пытаются объяснить правильно задачу клиенту возможности клиенту задачу творцам иногда это бывает органично придется среди в фильме в увлечении есть в продактплейсменте конечно есть вам сейчас шумик хобби мы говорим про историю Высоя библиотека. Интересуюсь. Про историю продактплейсмента. Мы говорим про продактплейсмент. Давайте вспомним о том, историю продактплейсмента немногие знают. Чакут знает. Я знаю, я готовил сегодня. Илья, ты знаешь историю продактплейсмента? Когда был первый продактплейсмент, вообще появился в принципе в мире? Ну, благодаря вам. А теперь, какая информация? Я могу рассказать. Это домашний вопрос. Ты готовилась даже с точки зрения одежды. В 30-х, 40-х годах вышел, я думаю, те, кто постарше знают этот мультфильм, она слишком молодая, Папай Моряк назывался этот мультфильм, который ел шпинат и с помощью консервированного шпината становился очень сильным и все время давал отпор дагестанцу, который приставал к его девчонке. Может, посмотрим, а ты все время... К сожалению, этот ролик был удален из аналов нашей передачи. Благодаря для руки его, как ноги. А точно это я как-то делал? Да, и вот Папай Моряк, в общем-то, многие американские домохозяйки, видимо, насмотревшиеся эти мультфильмы вместе со своими чатами, и постоянно дети просили шпината, и, в общем-то, продаваемость этого самого шпината выросла до невероятного высокой. Я до сих пор покупаю шпинат из-за этого, честно говоря. Конечно, я вообще попробовал. Мне кажется, ты ешь целыми днями только плюшки. Плюшки и шпинат. Ну, в принципе, шпинат. Да, то, например, моряку Папайо появился продакт-плейсмент во всем мире, и дальше пошло-пошло-поехало. В общем, в принципе, я так понимаю, что можно было разрекламировать таким же способом. И Винни-Пух мог и мед рекламировать, и ежик мог, и чай из моржевеловых веточек, понимаешь? Да, можно было. Кстати, вот какая эффективность этого продакт-плейсмента вообще, вот в принципе? Мощнейшая. Если, вот Папайо, до сих пор мы помним, действительно, я помню кусочек моего детства, это было совершенно ненасильственно интегрировано в сознание, то, ну, можно четко сказать, что высочайшее просто. И на сколько лет мы запомнили эту рекламу. Реклама, которая в телевизоре, так сказать, мелькает постоянно, она через сколько времени забывается, через сколько такая забывается, ну, разные совершенно показатели. Здесь должно произойти какое-то совпадение. Это все-таки, так сказать, если говорить про кино, ну, мульты там, короткие, правда, хотя и длинные тоже были. Зато многосерийные. Да-да-да. Постоянные. Серий было много. Они дают, конечно, мощнейший накопительный эффект. Если все сделано правильно, если нет насилия над зрителем, ему не впаривают там простым языком. Все должно быть органично. Да? Как красиво преподносит. На это способны, мне кажется, только самые изысканные люди, которые действительно творцы, которые чувствуют вот эти вот меры, которые, к сожалению, бывают не у всех сейчас наших режиссеров. Но не у нас. Но не у нас. У нас чувство меры есть, но мы должны подойти к видео. Да, говоря об эффективности продакт войска, но хочется вспомнить фильм Топ Ган, опять же таки, как он там поросен. А теперь ваши очки. Да, лучший стрелок. Лучший стрелок. Пожалуйста, благодаря фильму Топ Ган, на каком виде сейчас появились. У меня подделка. Сразу говорю. Поддельные очки. Рэйбан. Но все вспомнили форму, по крайней мере. Подделка. Имитейшн. Форма выглядит именно так. Да, форма выглядит, да. Это очки авиатора, который Том Круз, не стареющий. Мне кажется, ты играешься, правда? Очень. Ты играешься, я даже вижу свое. Наконец-то хоть в эфире что-нибудь сказали приятное. Так вот, фильм Топ Ган, в котором, собственно, Топ Груз рекламировал этот авиатор, ну так ненавязчиво, органично, как мы любим. Давайте посмотрим трейлер к фильму Топ Ган и посмотрим на Том Круза и на эти прекрасные очки, чья продаваемость, по слухам, за полгода выросла больше, чем на 40%. После фильма Том Ган Илья, тебе видно? Да, да, мне прекрасно видно. 1986 год шел. Прекрасно. Естественно, мы смотрим ролик без... Полный ростер, он идет там, ага. Сильвестер Сталон носил эти очки, да, это дико, а почему? Не, подсказывают редакторы, что первым, кто одел рейбан, был Сильвестер Сталон в фильме Кобра, но фильм не был таким популярным, как это. Я смотрю сегодня ролики спиной, поэтому рассказывайте мне, что там происходит. Инспектор Каброна там сейчас зовут. Такой красивый велгинер. Они сейчас перерутся по коже, и он разобьет ему очки. Нет, в фильме все молодые волшебные. Кстати, это не просто трейлер, это трейлер фильма Топ Ган в 3D на Аймакс, который скоро выйдет, и очки рейбан снова будут продаваться по всей стране. Кстати, есть у тебя очки рейбан Илья вообще? Нет, я не в мейнстриме, я, что тогда к фильму и к очкам отнесся скептически, что сейчас. А вот что-то ты купил из тех вещей, допустим, какой-то продакт плейсмент увидел в кино, там, и пошел, там купил. Вот я, кстати, знаю про тебя такую одну очень интересную вещь. Я знаю, что ты гоняешь на мотике уже 150 лет. И вот, в принципе, вот в этом Топ Гане он тоже катается на мотике. Вот есть ли какая-то эффективность, точнее, не эффективность, а эффект от каких-то таких товаров, узконешивая реклама продуктов, вот таких, допустим, вот мы видим очки, ну, понятно всем, Ray-Ban, да, мы видим какие-то машины, это тоже всем понятно. Они были не пойти истребители покупать. Там вливаются в этот фильм. А вот, допустим, он гоняет на мотоцикле. Вот я лично ничего не понимаю, на каком мотоцикле он ездит. Вот какой был твой первый мотик, кстати, интересный, и как-то повлияло на тебя, вот что-нибудь. Ну нет, первый мотик был Кавасаки Нинзи, не повлиял продуктов. Это все-таки имиджевая история. Ты насмотрел сюда и купил Кавасаки. Дело в том, что, мне кажется, вот эти дорогие достаточно продукты, они получают от кино имиджевую подпитку и не на продаваемость. Так же, как и реклама любая, она работает там несколькими способами. Одна ориентирована на то, чтобы прямо завтра человек пошел или сегодня купил. Некоторая накапливается, создает отношение определенное к этому продукту. Мне кажется, кино больше во вторую нишу работает. Астон Мартина после Бонда не все покупают. Просто Мартина позже будем говорить. Ну вот касаемо избрать Рэй-Бен в фильме Топ-Ган, интересно, почему люди стали покупать именно Рэй-Бен? Почему не истребители, например, или не какие-нибудь кепки там, может быть, что-то еще? Почему все обратили внимание именно эти очки? Вот интересно, правда, даже все-таки как-то... Я помню немножечко момент, когда появился фильм, это было где-то в далеком детстве, но я, в принципе, понимаю, о чем это речь. Томкросс был культовым персонажем и косуха, джинсы, Рэй-Бен это такой модный достаточно стиль. Мне кажется, и сейчас это так тоже красиво. Косуха, джинсы, Рэй-Бен. Это уже немножечко автовистично, но возможно, в принципе, это как пережитки сохранилось на наших временах. Он настолько был сильным этот стиль, что он прожил до настоящего времени. Какие-то светлые джинсы, косуха, все может быть, Только это немножечко образы в прошлом. Нет, у нас тогда не было, кстати, в 1986 году. Не было рэй-банов, мы вспоминаем советские времена, наши с тобой любили. Не было рэй-банов в СССР, не было секса в СССР, но продукт-плейсмент в СССР, оказывается, все-таки был. Давайте посмотрим примеры продукт-плейсмента в СССР. Фильм «Спорт лото 82». 82. 82, да. 82 года. Это правда. Прекраснейшая редакторская работа. Ребята, здорово, что вы это откопали. Это очень круто. А это была наша Pepsi, да? Нет, это... Как нет? Наша, открыли завод первый, и как раз им удалось как-то через все репоны, да, советские, там, не знаю, через запретительную разрешительную систему. Вот это, кстати, сочно! Смотри, они прям... Очень уютно пьют, даже захотелось, да? Очень круто, кстати. Generation Pepsi, вот как-то. Я прям вижу, что это жара, да, типа, капельки пота. крым-пепси. Что-то крым-пепси, что-то лучше, по этому поводу. Так, Катя, хорошо, продолжаем разговор. Сейчас продолжает Хоббит. Хоббит, продолжай, давай. Эти ребята всегда вводят меня в какое-то неловкое положение, что с ним не упадет? Это очень тяжело просто общаться, когда нас тревогая ведущая. Сейчас валюется просто сейчас вся ответственность. Кстати, да, у нас же был самый лучший рекламщик, который у нас был, человек, который любил сниматься в рекламе, это же Михаил Сергеевич. Горбачев. Горбачев, который снимался в рекламе с двух президентов вчера, а сегодня он же рекламирует пиццу, я помню, и Луи Виттон. Да, Луи Виттон. Кстати, как ты относишься к тому, что... Кстати, как ты относишься к тому, что Луи Виттон стоит на Красной площади? Это тоже определенный продакт-плейсмонт. Мы переходим сейчас к плоскостополитическому шуму. конечно. Мы уже про диалогию поговорили. Но я отношусь хорошо к тому, что он там не стоит сейчас. Как он там появился за гранью добра и зла, и моего понимания не знают. То есть, ты не можешь это отнести к тому, что это какой-то реальный продакт-плейсмонт Луи Виттон. Просто люди... Мне не разделились. Отнеси лет. Конечно, это реклама Луи Виттона. Прямая. Какой продакт-плейсмонт? Просто тупо реклама. Да, просто поставили на красный площадь. Блин. Это не баннер, это не флайер, который они распространяли, это не телевизионный экран, на котором крутит река. Это не маленькая сумочка у меня на столе Луи Виттон. Вот это был бы продакт-плейсмонт. Визуализирующая еще его просто в объеме, в гигантском масштабе, конечно, понравился чемодан. Он прекрасен, и я бы его где-нибудь в другом месте с удовольствием видел. Отлично, он не сошел бы в какой-нибудь музей где-нибудь на окраине. Не обязательно на окраине, и в центре. Только не на красной площади. Даже, не знаю, манежка снаружи, она вот какая-то такая пуста, если ее там сверху накрыть Луи Виттоном, мне кажется, не так было бы все плохо. Ну вот там. Ну не на красной площади. Ну, видишь, как... Ну, просто я помню, неделю назад невозможно было зайти ни на фейсбук, в Твиттере никуда везде проговорили про этот чемодан. Чемодан, чемодан, чемодан. Там был целый конкурс мемов, там Джигурда танцует, человек прибитый к этому, к красной площади, вот этот влашенный парень. Это же что, какой-то даже судебный иск предъявили Луи Виттону? Я бы предъявил тем, кто его туда поставил. Они-то при чем? Луи Виттон подходит к своему логическому завершению. Была такая история, что Мальчишник 2, всеми любимые трилоги, которые... У Вегаси, который? У Мангкоки. Подал в суд на Луи Виттон на Мальчишник 2 за то, что они как бы испокалили ее бренда своим присутствием. То есть, Луи Виттон присутствовал в Мальчишнике 2 и это, видимо, настолько было плохое кино, что они решили подать суд. Частенько, в таких ситуациях, бывает, что вот бренды подают какие-то судебные иски на кино, которое, по их мнению, тем более мальчишки. Конкретную ситуацию разбирать не стоит. Подход, мне кажется, ровно от обратного. Это способ получить дополнительную рекламу. Раз уж по нам там проехались железным катком, что очевидно совершенно никого из покупателей Луи Виттона не оттолкнуло от следующей покупки, не ухудшило имидж, но просто вот как-то упомянули. Мне кажется, что просто маркетологи этой марки сочли, что они получат дополнительные очки, если выставка достаточно жестко, как вы могли, подонки. Вы святое просто оскорбили. Деньги давайте срочно. На самом деле все это имело только пиарную цель еще раз прозвучать и погромче. Я вспомнила один наш суперфильм, просто не знаю, к чему говорю. Это знаешь, как называется по поводу мальчишника Вегаси. Very bad things. Очень плохие дела. Где играет Камерон Диас и там еще какие-то люди. Начинает все так на свадьбу какие-то стулья выбирает, а заканчивается просто посмотрите. Это очень плохие дела. То есть мушка Олега какой-то, дети, куча детей. Начали за здравие, закончили. Ну давай дальше. Начали за рекламу, закончили в авиатон. Вспомнил, не знаю почему. У нас такие... А продолжается наш как это называется-то непринужденный разговор по поводу продавки в кино. Истории про человека, которому, я думаю, ни одна компания ни разу в жизни не проявляла судебные иски. В котором продается миллион продавок продавок в фильмах. Конечно, конечно. Этот человек по имени Джеймс, и по фамилии Бонд, Джеймс Бонд, который является, не знаю, адептом продакт-плейсмента. Бачурин. Илья Бачурин. Илья, да, кстати, очень похож. Джеймс Бонд. Как думаешь, Илья мог бы сыграть Джеймс Бонд? Да, знаешь, мне кажется, лучше, чем Дэниэл Крейг и все остальные. Потому что Илья Бачурин, он сам по себе наш русский, российский Джеймс Бонд. Лучше, чем Дэниэл Крейг смог бы сыграть точно Чак. Я бы постарался. Мы просто многие сумели бы. Мне кажется, Хоббит тоже. Мы бы втроем прошли покатить. Я играл злодеев, вот такого. Он разошившийся какой-то, джеймс Бонд. Он Джеймс Бонд какой-то зомби, мне кажется. Ты точно лучше. Да, да, да. У меня какое-то ощущение. Поэтому эффективность рекламы в Джеймсе Бонде падает. За пароль бренд. Да, а мы сейчас посмотрим все-таки пример, как люди рекламируют себя в фильмах, в Бендиане. Любимые наши Бендиане. Сколько там серии уже сняли? 20? Не представляю. Огромное количество. А вот и он. Даже красным кружочком я бы отметил бренды, которые рекламируются в Джеймсе Бонде. Прекрасная редакторская работа. Надеюсь, ректорам все-таки будет премия к Новому году. Смотри, Сонни Эриксон. Ну, в общем, можно сказать, что в данном моменте мы видим, что в Джеймсе Бонде рекламируется Сони, да, плюс еще. Ну, я думаю, этот ролик направлен на что бы показать Сони, но, помимо этого, в Джеймсе Бонде присутствует максимальное количество брендов, учитывая всю его долгую историю. Чего там только не было. Начиная от алкоголя, который стал именно нарицателем, когда любой вермут начали называть там мартини и так далее. алкоголь, все что угодно рекламируют. Любовируйся из-за мартини. Да, да, да. Плюс еще Астон Мартин, конечно, тоже самое. Ну, там на кучу машин на самом деле ездил-то. Если вспомнить. Да, да, марки меняются очень аккуратненько. Они следят еще не только за тем, чтобы интегрировать правильно, но чтобы была преемственность, чтобы как-то аккуратно перерекала присутствие одной марки там в этом сегменте, присутствие другой марки в этом же сегменте. Меняют так партнеров. Ну, они мудрили сказать, Бондиане сделают такую штуку, что люди, которые смотрят Бондиану, фанаты Джеймса Бонда, они перед тем, как выйдет новый фильм, обсуждают, какую же марку часов он будет носить, до какого автомобиля он будет ездить, до какого телефона разговариваем и так далее, и так далее, и так далее. Человек, я знаю, этот человек, который обсуждает, ты ждешь выхода этого фильма. Мне не особо, да, мне не интересно, мне все равно денег не хватает на те вещи, которые ходят Джеймс Бонда, но так или иначе, они сумели превратить продукт плейсмент в определенную фишку. Ну, тут, конечно же. Не, ну, кстати, говоря навязчивый, мне кажется, продукт плейсмент, он раздражает всех, а вот ненавязчивый, какой вот самый удачный с твоей точки зрения ты считаешь, продукт плейсмент, который может быть в российском кино или там во всяком разном, во всяком разном остальном. Неудачный приводить не буду. Неудачный, лучше удачный. Удачный про российское кино тоже говорить не буду, но Бонду правильно вспомнить, потому что с точки зрения эффективности, наверное, самый... Ну, там, кстати, он не так в глаза все равно бросается. Именно так, то есть он не портит продукт. Зрители, вряд ли кто-то отказался посмотреть «Бандиану», потому что там, так сказать, вот слишком много рекламы. Я этого не слышал, и мне кажется, такой позиции не существует. А если бы он майонез там рекламировал? Да, дорого ли это стоило? Потому что мы говорили. Закончился бы бренд Бонда и, так сказать, потеряли бы они всю ценность остального продакт-плейсмента. Это вот та самая серия, где он заходит в комнату, а там женщина лежит мертвая, покрытая, да, не золотом, как ты говоришь, а майонезом, а майонезом. Злодей майонезный. Селедка под шубой. Я говорю, господи, какой ужин. Это было бы классно. Вполне органично, кстати, бы это писалось, просто никто бы из иностранцев, во-первых, не понял, почему мы. Слой женщины, слой селедки, слой свеклы. И еще одна женщина сверху, это. А еще одна женщина сверху, это занимает майонезом. Цветочки. Нет, зелень, спасибо. Новогодний просто у нас и фильм. Новогодний пантер, да, новогодний у нас к Джеймс Бонда. В основном, я, кстати, об удачном продакт-плейсменте, я вычитал здесь в интернете, но это действительно классный пример, когда, не знаю, смотрели ли вы это кино, где, невероятный Том Хэнс, в фильме «Изгой», где он попадает на обитаемый остров, такая современная интерпретация, да, не на обитаемый остров, современная интерпретация Робинзона Круза, где ему не с кем было общаться, кроме волейбольного мяча, он общался на Уилсон, и настолько, оказалось, что это действительно рекламная компания спортивных товаров Уилсон, которые производят, но все так переживали этому Уилсону, что я даже об этом не подумал, когда смотрел. Вы уже про это говорили сегодня, кстати, о спортивных товарах. Илья знает, ты был продюсером передачи Олимпийского огня флага. Флага. Флага все-таки. Это вот Чака, да. Это флага. Заканчиваются игры, смотрите, заканчиваются игры, и флаг уезжает в следующую страну. Вот он в Сочи уехал в 2012 году из Ванкувера. Вернулся уже? Расскажи что-нибудь про это нам, мы ничего не знаем. И про Product Place он заодно на Олимпийских играх. Ну, Олимпийские игры это рекламный проект, Product Place, это, наверное, не совсем подходящее слово, построен этот проект в целом на рекламе, на том количестве контактов с этой рекламой, которые дают телетрансляции, а количество этих контактов от игр к играм растет. Например, церемонии, каждая следующая церемония, открытия игр, будь то зимних, будь то летних, становится рекордной с точки зрения аудитории. И, конечно, все рекламные контакты стоят космических денег, именно они дают возможность такого масштаба праздник делать. А вот ты сейчас что-нибудь сам промотируешь вообще? Да, приходите, говорят, Илья, оденьте вот этот костюмчик, оденьте вот этот костюмчик, оденьте наши ботинки, возьмите наши часы, вот что-нибудь такое. те бренды, которые мне интересны, продвигаются другими способами и, к сожалению, ни разу не предлагали помочь. Какая жалостная, что же вы не обратили внимание, товарищ, у нас такой красивый вообще здесь сидит, Илья? Это в России, мне кажется, не очень эффективно. Честно, у нас механизма работы со звездами не существует. Во-первых, надо определиться с этой категорией, поточнее, я так не точно не принадлежу, но даже те артисты, кто пытаются заниматься продукт-плессментом, чаще всего достаточно неловко это делают, причем не потому, что они делают неловко, потому что, так сказать, не развита эта индустрия. В том же Ванкувере, про который сейчас вспомнили, в одном городе прекрасном, около сотни журналов в формате, ну, чтобы было понятно, Hello, OK, StarHit, вот такого рода рассказывающих про звезд со всех сторон, во всех аспектах, и, как вы понимаете, все эти восемь журналов напичканы тем самым плейсментом, так сказать, что носят звезды, что они сегодня ели, где они позанимались в этом клубе спортом, и так далее. Вот там эта индустрия существует в России. Сколько таких журналов на всю страну? Ну да, еще закрывают, скажи. Катя тебя сбил, просто я говорил, что не, это все было, так и должно было быть, мы говорили про Олимпиаду в Ванкувере, а сейчас же передают друг другу все Олимпийский огонь, Сочи, и вот реально входил слушок, что Zipa, это был как раз продакт пластмэн, когда газ удастся на огонь, потом факел, потом факел, и поджигали, да, я так понимаю, дошел человек поджигал, поджигал, поджигал к Zipa. Потому что они разместили у себя на Фейсбуке, типа скриншот от интеллигии, просто как бы вовремя попал, вовремя подсели, да. Zipa в нужное время нужно, с Олимпийской Куртавой. Вы же платили за это Zipa, что-то? Я думаю, что эту жабу придумали не они сами, так сказать, интернет-юзеры. Скорее всего, да, естественно. Просто мало ли, может, что ты, прошу прощения, знаешь что-то об этом, а то просто все такие слухи пускали, о-о-о, там Zipa, Zipa, мне просто интересно даже слухи пускали. Нет, это не так. Это неправда. Давайте про иронию судьбы. Давайте, да. У нас существует, да. Мы как бы не хотели с вами про российские генемантографы, но без этого никуда не деться, потому что, как бы, да, есть любимый фильм Хоббита под названием Ирония судьбы. Я очень, кстати, два продолжения, и как вы его называли, еще ирония, Билайн судьбы им калевое продолжение там и так далее, и так далее, напичканный просто брендами настолько, что режет глаз и не только отечественным, но и любому телезрителю, я думаю, который его посмотрит. Давайте посмотрим этот фильм. Фильм. Скоро Новый год. До свидания. Слава богу, не фильм, всего лишь трейлер, но так или иначе, сказка детская, 500 рублей. Как там было? Да? Мотор, смотрим? О-о-о. Можно даже побольше звук там делать, потому что, вот, сказка детская, 500 рублей. Потрясающий актер, Хабенский, дочка Боярского, Лиза. Прекрасная Лиза. Михаил Сергеевич, в роли самого себя. Опять же, не переодета ни в кого-нибудь. Звука нет, так или иначе, по трейлеру нельзя. Ну, кстати, вот присутствуют национальные цвета одной мобильной телекомпании, не хватает черного, чтобы добавить, чтобы уже было понятно. Ксадеда, да, ксадеда. Ну, какие-то напитки они там бьют, то есть специальные. В трейлере нет такого количества рекламы, которую можно увидеть во время просмотра, самого этого фильма. Я думаю, все видели «Иронию судьбы». Кстати, да, невозможно, что-либо мы снять. У него еще был, кстати, плохой фильм тоже, на самом деле, продолжение, опять же, этих самых джентльменов удачи, которые просто уже отвратились. Прошу, конечно, прощения, кто-то смотрел, может, что-нибудь понравилось. Мы сейчас не критикой занимаемся, мы говорим, кто-то такой. Неужели нельзя было, кстати, снять вот это вот главное кино страны, которое все смотрят там каждый Новый год, конечно. 31-го, там 1-го числа, без такого количества изобилия просто рекламы. Госбюджет существует, в конце концов. Ребята, нет госбюджета в том количестве, которое позволяло бы продюсерам, так сказать, чувствовать себя достаточно спокойно и уверенно, не полагаясь на дополнительные средства. Ну, нету, правда, так сказать, господдержка кинематографа 100 миллионов, там, 150 миллионов долларов в год. Если мы посмотрим, сколько стоит фильм категории А американский, то это будет чуть больше цифр 1. А тут есть кинематограф. Поэтому говорить про то, что не могли бы, да не могли бы. Нет, на самом деле, я вот здесь хотел бы, на защиту встать производителем этого фильма, потому что, если по-другому, они не могли снять фильм, который стал первой строчкой национального проката, собрав 55 миллионов долларов, это, что означает, в свою очередь, что люди его, так сказать, в огромном количестве смотрели, смотрели не по одному разу. Ну, они закатировали его, это самое главное. Это так. Так вот, если зрители приняли эти правила игры, согласились, и благодаря такому объему продакт-плейсмента удалось сделать такой фильм, который действительно для всей страны стал знаковым и, так сказать, ассоциируется теперь в нынешних временах с наступлением Нового года, то это, в принципе, успех, да. И судить строго за то, так сказать, сколько его, как он был интегрирован, очень сложно. Тем более, я четко понимаю, что, так сказать, дедлайн, близкий привел к тому, что с плейсментом все было сложно при производстве этого фильма, так сказать, и действительно там целая битва как бы происходила за то, чтобы сохранить продукт, так сказать, интегрировать спонсоров, но все это сделано так, что, еще раз повторяю, зрители оценили это, и я бы вот этой оценкой зрительской ограничился в данном случае, так сказать, говоря про успешность такого проекта с точки зрения продукта плейсмента. С другой стороны, нам уже есть чем сравнить, мы знаем, что это продолжение, вторая часть «Ирония судьбы», которая, естественно, является самым главным советским новогодним фильмом, который мы смотрели, и тогда, получается, что тогда были деньги в госбюджете, а сейчас... тогда «Кимонатограф» финансировался тотально, сквозным образом, утвердили, прошли через механизм, надо снимать, снимать, тогда уже деньги есть. Рязанов, иди? Да-да-да, механизм... Все-таки, возможно, там тоже есть продукт плейсмент, вспомните, да, бритву, которую Ипполит ударит, Надя, которую новую модную, заливная рыбу, которую, понимаешь, что... Я уверен, что продажи заливной рыбы после «Иронии судьбы» взлетели, и все хотели на Новый год приготовить заливную рыбу, так или иначе, понимаешь? Я смотрю на тебя, потому что... Ты красивая. Это, скорее, элементы идеологического продактплейсмента, потому что заливная рыба стала ассоциироваться с Россией, как наш продукт, мне кажется, пошла завоевывать там соседние страны. Мир пошла. Да, это идеологическая агрессия была такая, заливную рыбу, так сказать, на все страны СНГ, на весь Советский Союз. Любишь ли ты заливную рыбу так, как люблю ее я? Да-да-да, мне кажется, что более глубокие смыслы все хотели, да, и трусы, как у Лукашина, и Верчевскую, как у Нади, в общем-то, и квартиру в Питере на улице строили, да. Ты превратил мой Новый год в помоечку, одним словом, и болит лови двоечку. А давайте затронем тему, вот есть вопрос, можно было озвучить, быть хоббитом, но я готов озвучить, а с точки зрения... Мы всегда готов озвучить чей-то другой вопрос. Я готов озвучить все ваши вопросы. Этот парень озвучит все вопросы, если что, а мы посидим. А про поводу... Да, где у него кнопка? Незаконен продакт-плейсмент. Я хочу сам продакт-плейсмент, пока он не укроет. Что у нас с законом? Что считает он вызов, что считает реклама, и как это вообще... Разрешено то, что не запрещено. Поэтому интеграция коммерческих брендов тела продукта, она рассматривается только с точки зрения... Не знаю, про продюсер, не с точки зрения закона, а с точки зрения понижения или повышения привлекательности этого продукта для зрителей. То есть, грубо говоря, ты можешь поставить много рекламы, загробить фильм, собрать меньше, зато ты собрал с рекламы уже. Такой подход, наверное, тоже бывает. Хотя я таких не встречал в продюсерах счастья. Чаще с него этот новый фильм, можно говорить вообще на «Одноклассники»? Вот этот как раз рекламный. Уже отберился и скоро пойдет в эфир. Со «Снукдогом»? Не бусира на экраны, простите. Ушелокий прокат. И что? Просто говорю, что там куча народу и все это реклама с «Снукдогом». Снукдога там реклама? Ну, только это бренд порядочный, как «Одноклассники». Ну, нафига себе, я бы сказал даже. Ну, кстати, это все равно не главный фильм «Тысячелетие». «Тысячелетие», да. Главный «Тысячелетие». Хочу поговорить про «Сталинград». Вот какой там, возможно ли снять такое историческое кино без какого-то продакт-плейсмента? То есть, как мне кажется, там никакого нет. Ну, там, не знаю, можно было бы сделать, может быть, самолет «Люфтганзе» или там что-то «Хьюго Босс». Мог бы там появиться самолет «Люфтганзе» или «Хьюго Босс», если речь идет о спасательной операции. Там очень словая, так сказать, привязка, которая не могла быть визуализирована другим образом и никакого плейсмента. Я точно знаю про этот фильм много, потому что там компания, так сказать, А ты сам не принимал участие в создании тренера? Ну, постпродакшн делался, так сказать, одной из наших компаний, так сказать, непосредственно к фильму отношения не имея, но вот какие-то кусочки делались. Например, тот же самый пост, который в Сталинграде значительно очень... Посмотрите, Бондарчук же смотрит. посмотрим в пищу тренера. Он будет идти на нашем заднем фоне, будут наши ребята отстрелывать в Сталинграде и как раз пообщаемся на тему этого самого главного фильма. Фильм такой без продакшн, это возможно только в случае, если на протяжении пяти лет Федор Бондарчук тратит свою жизнь и силу на то, чтобы собрать под него огромный, практически неподъемный по меркам российского кинематографа бюджет. Там другая история. Там просто не бренд какой-то пришел, принес денежки, положил на стол, ну, снимите кино, по-другому. Просто, многие долгие годы аккумулировался этот бюджет и готовился к этот сложнейший проект. Это получается как кульминация его карьеры даже какой-то, да? То есть такой серьезный фильм с таким-сережным фильмом. А поставьте нам трейлер Сталинграда, если не сложно. Что будут еще какие-то огромные работы у Бондарчука. Он, так сказать, человек масштабный, но... Определенного этапа как бы возрастного. Определенного, так сказать, этапа жизни, безусловно, да. Он же купился уже, если не ошибаюсь, да? Он, если не ошибаюсь, занял как раз ту самую первую строчечку, так сказать, которую занимала раньше ирония судьбы. Так сказать, окупаемость в случае этого проекта вопрос сложный, потому что часть денег возвратных, часть денег безвозвратных, часть прав принадлежит банку, который профинансировал, так сказать, часть его производства. Поэтому там, так сказать, да, он коммерчески очень успешен и не только в России, в Китае, например, собрал рекордную для западных фильмов кассу и там рекордную аудиторию десятки миллионов зрителей, что для них, конечно, не так, так, не нравится. Бондарчук какой красавец обошелся без рекламы майонеза и вообще всего остального. Ну, вот так, но здесь много другого вложено. Поверьте, этот фильм действительно вынашивался, так сказать, как ребенок и с точки зрения продюсерских, когда формировался бюджет и собирался по крохам и с точки зрения творческой, так сказать, с точки зрения продакшена. Здесь использованы новейшие технологии. Так сказать, в этот фильм вложено очень много. То есть получается, что в ближайшие несколько там десятилетий нам не приходится ждать какого-то исторического кино, потому что, судя по всему, то есть, ну, то есть, можно сказать, какое-то чудо, что Бондарчук стал историческим фильмом, это с таким большим бюджетом. Вообще, есть ли возможность снимать историческое кино, учитывая, что, ну, то есть у них нет вариантов планирует, если, конечно, не Уравлев, который Мальборо достает, с нашим Иваном Васильевичем на профессии, это какая-то комедия. Да, тут получается, что, типа, исторического кино нет. То есть, если это может быть комедия, то есть, просто исторический фильм. Смотрите, вот, чтобы определиться в каких-то базовых понятиях, надо понимать четко, что product placement, так сказать, ни в одном из проектов, в том числе, в иронии упомянутой, так сказать, не сформировал основную часть бюджета. Это всегда некая вишняка на торте. Конечно, но сам торт ты должен где-то, так сказать, найти, собрать, сформировать, так сказать, из денег, которые от государства выделяются как средства на поддержку, от коммерческих средств. Я думаю, что такие фильмы, как Сталинград, часто появляться, к сожалению, не будут, потому что, так сказать, поддержка, еще раз повторяю, она в объемах не так велика, так сказать, и не позволяет эту вот сумму, выделяемую в год, так сказать, быть сфокусированной и направленной на один большой проект. Поэтому аккумулировать приходится, так сказать, крайне сложно. Может быть, есть другие, так сказать, большие режиссеры, у которых пример Бондурчука, так сказать, создать желание, так сказать, тоже упереться и долго-долго ходить по банкам, учреждениям, министерствам, просить, так сказать, уговаривать, так сказать, объяснять, может быть, дай бог, А все-таки вот в создании фильма и так далее кто первым приходит к рекламщикам? Рекламщики к киношникам или киношники к рекламщикам? Нет, конечно, чаще-чаще киношники к рекламщикам. Когда ты знаешь свой сценарий, знаешь его сюжет, знаешь героев, понимаешь, что можно сделать ненасильственно, там, мобильная связь, радио, это самые стандартные, так сказать, такие истории, потому что, так сказать, частоту какую-то на радиоприемниках увидим, если не в каждом первом, то в каждом третьем фильме точно, так сказать, это дает, например, не деньги, а поддержку, связанную с продвижением фильма, с рекламой, просто там, компенсирует часть бюджета, который ты должен был потратить на рекламную кампанию. Бывают такие способы плейсмента. Кстати, вот ты уже возглавляешь глав кино, но, в принципе, сравнительно молодая организация, получается, да? Да, мы с ним фильм, там, не ленки и так далее. Хотел ли ты когда-нибудь сделать вот какой-нибудь рекламный трейлер вот в вашей организации? То есть, он есть уже, мы спустим первый фильм августа 8-го в прокат, в начале поставили аккуратненький трехсекундный ролик, Трехсекундный? Наш трейлер маленький, да, аккуратно. А вот меньше не имело смысла. Больше не имело смысла, так сказать, меньше, может быть, имело. Тут уже эго не позволило уменьшать. А для чего ты, Миша, может быть, пригодиться рекламная роль глав кино? Ну, вот, там, не знаю, как организация, то есть, там приходят режиссеры какие-то, где они там снимают, то есть, почему они вот выбирают вас, вот, а не там, не Мосфильм, а кто-то еще, а не какой-то другой, там, то есть, базу. Здесь есть специфика, все-таки целевая аудитория киностудии, если мы говорим про киностудию, главканала, а есть еще продюсерская компания, есть еще компания, занимающаяся постпродакшеном и другими сервисами. Если мы говорим именно про студию, то рекламировать ее на широкую аудиторию бессмысленно, потому что, так сказать, ну, люди, которые увидят эту рекламу, не являются потенциальными потребителями ее, а те, кто должен знать про наши услуги, так сказать, они через кинорынки, через различные цыганские радио, есть некое информационное пространство вокруг киноиндустрии. И вот в нем про студию мы заявили достаточно внятно и без рекламных роликов, потому что самая лучшая реклама для тех, кто приходит снимать, это хорошие слова о студии, тех, кто уже снимал. И если человек приезжает, видит, так сказать, то, что подтверждает полученную им раньше информацию о том, что здесь, так сказать, удобно, комфортно, приятно, и с точки зрения технологии очень интересным, можно, так сказать, работать на этой площадке, то он... А кто же был первым, кто к вам пришел? Интересно. Не поверите, комедий клаб. Вау! Да? Так вот. Да, молодец. В декабре 19-го телек занимает огромный объем телепроизводства, очень большой объем загрузки студии. И, к сожалению, и по факту, и к счастью, просто телеиндустрия более, так сказать, насыщена деньгами сейчас и заказами, нежели киноиндустрия, про что мы уже говорили, там, так сказать, в абсолютных деньгах просто небольшие средства, выделяемые на кинематограф, приводят к тому, что люди снимают самое простое кино, получив, там, грубо говоря, поддержку в объеме, там, миллиона долларов, ты не сможешь построить декорации, и... А это же не может быть один сет декорационный, ты должен поставить там несколько сетов, если у тебя сценарий, так сказать, привязан к декорациям. Так вот, творцы ищут возможность снимать кино, которое, так сказать, не требует декорационных съемок, обходится какими-то уличными локейшнами, и это, к сожалению, уменьшает необходимость в использовании студийных каких-то мощностей, но с ростом уровня производства, сложности производства, с ростом количества фильмов, конечно, я надеюсь, что студия будет больше загружаться кинопроизводством, нежели телевизионным. Вот мы узнаем все Если, допустим, Хоббит хочет снять кино, кому ему в первую очередь идти? По Стильный колес, например. Хочешь снять кино? Если как сценарий, то надо искать режиссера, либо продюсера, либо режиссера-единомышленника, либо продюсера, который поможет найти того самого режиссера. Скорее всего, на милую душу, если я захочу прокламирует свой продукт в кино, к кому мне в первую очередь лучше идти? В агентство. Я бы порекомендовал для того, чтобы работать именно с продукт-плесментом, работать с теми, кто профессионально этим занимается. Это как и во многих других областях, лучше работать с агентствами. То есть, если у кого-то есть продукт, он может смелать и в это агентство, ему подскажут, какой лучший фильм он спросит. Таких агентств не много, но они есть, их не один десяток на рынке. Можно выбирать, ориентируясь на уже сделанные работы. И, в принципе, этим людям можно доверять, они знают, как и что нужно делать. Потом возьмешь телефон. Давайте подытожим. Последний вопрос, который хочется задать по поводу сегодняшней нашей беседы, по поводу продукт-плейсмента. Возможно ли, какое будущее будет у российского кино? Возможно ли оно без продукт-плейсмента? Или все-таки мы как-то создаться симбиозом, и все будет так же грамотно и классно выглядеть, как в Джеймси Бонде, и не будет этого огромного майонеза на весь экран и так далее. Что нас ждет в будущем в кино, не связанном с портоплейсментом? Мне кажется, что с портоплейсментом все будет прекрасно, и производители должны расти вместе со зрителями с точки зрения понимания той планки, которую нельзя опускать, делая отечественные фильмы, с точки зрения интеграции коммерческих каких-то продуктов, брендов. Одним словом, зритель живет в пространстве, которое создается не только российским кино, американским, европейским, слава богу. Сюда есть чем сравнить. Находясь в этом контексте, нельзя попытаться в российском отдельном сегменте задать какие-то свои правила игры. А вот здесь у нас будет много рекламы, здесь она будет вот так интегрироваться. Все-таки следование правилам игры принятым зрителям, мне кажется, залог успеха. Если все-таки не от денег отталкиваясь, а от творческих задач будут приниматься решения продюсерами, то зритель наш будет видеть в том объеме тот продюсер, который не будет его раздражать. Это самое главное. Главное не обманывать доверие зрителя, потому что сделка при покупке билета она не в пользу зрителя совершается. Человек денежку заплатил, он еще не знает, что ему покажут, может ему не понравится. Поэтому здесь нужно рассчитывать на профессионализм, талант и совесть в общем-то тех, кто кино делает. Надеюсь, что с этими качествами забыл про свою творческую задачу. Будет все хорошо. Забыл про свою творческую задачу. Я испугался, гаджистов. Илья, раздевайся. Не получится? Зачем? Ну как не получится? Мы хотим все посмотреть твои татушки. Вот я начинаю. Это же не вечернего шоу. Это другая программа. Мне кажется, у тебя такое хорошее тело, ты сможешь его показать. Вот это. Смотри, якудза. Он с рыбой. Вот это тоже. Много общего. Спасибо большое, Илья, что ты пришел к нам на свою программу. Можно я пожму твою ровную руку? Спасибо большое. Ребят, спасибо вам. С нами был сегодня главный директор, генеральный директор глав кино. Глав кино. Глав кино. Ты даже это сказать нормально не можешь. А все время меня перебиваешь. Хорошо, скажи. На главной программе отечественной телевидении про рекламу под названием фокус-группы. Это было телеканал О2. С вами были Хобби, с вами была Катерина, с вами был Чак. Илья Бачурин. Илья Бачурин. Прекрасный год. Илья Бачурин. Вечерин мне было. Давайте пожелаем нашим землям, которые входят в кино и смотрят, не важно какое, есть продукт плейсов в кино, а нету. Главное, чтобы кино было хорошее, правильно? Главное, чтобы любили это делать и чтобы кино не разочаровывало. Смотрите кино, смотрите фокус-группу на О2. Танцуем на столе. Танцуем на столе. Спасибо.